Эх, сколько раз Лаги в играх мешали нам тащить катки. Ну да ладно, перейдем к делу. Всем привет, с вами Свобода Евро и сегодня я расскажу вам про новый шведский средний танк 4 уровня Лаго. В этот раз я постараюсь минимально затронуть глубокую аналитику ТТХ танка и побольше рассказать о потенциале танка, да и о самой игре на нем. Поехали. В общем прихожу я вечером домой, захожу в танки после обновы и начинаю качать новых шведов. Свободки достаточно и думаю, а что мелочиться. Качаю-ка я сразу четверку. Прокачиваю ему башню, орудия. В общем все в топ. Выкатываюсь такой, понимаете, в рандом. Стреляю и вижу альфу в 120. Бах, минус 1. Бах, минус 2. Выкатывается третий, четвертый, а броня то и дело, что свистит от трикошетов красненьких собратьев. Это я к чему все веду-то? В нынешнем рандоме с множеством непрокаченных шведов со стоковыми орудиями и у поглазых обезьянов за место экипажа. Топовый лагол в хороших руках может навести такого шороху. Мама не горюй. Пробития орудия хватает, чтобы пробить почти все, с чем вы будете иметь дело. А крепкий корпус с изогнутой лобовой деталью поможет ловить рикошеты от Алешек, наслышанных о том, какие у шведов имбы. Кстати, о Алешках. В боях я часто слышал о том, какой же этот танк, скажем так, не первой коричневости. Думаю, только ввиду прогрессирующего оклешневания и пары сожженных табуретов у таких господ возникают такие выводы. В общем, подводя итог к всему сказанному и увиденному вами, могу сказать, что шведы уже с самого начала ветки меня дико радуют. Как и радует мой КВ-220. Но об этом как-то в другой раз. Спасибо за просмотр. Обязательно оставляйте ваше мнение в комментариях под видео. Ставьте лагасы или дизлагасы и рекомендуйте видео вашим друзьям. До встречи!